Я запись стартанул. Крайд дашь в фокусе все, ну там. Профессионализм, он живет в этом помещении. Хасар приедет, шар потом накинет, нормальный будет. Из-за сети приедет чуть более четкий, поэтому четкости ему, блядь, будет не занимать. Доброго дня вам. Что такого вам разогнать интересного? Ну, помимо того, что у нас закончился стрим недавно, и мы там рассказывали кучу разных историй. Расскажу одну, которую я рассказывал, собственно, на стриме, как я очень удачно съездил в Нижний Новгород, потому что 28-го числа, по-моему, был концерт «Немаслана» в Нижнем, и я такой, типа, вот. Мне же вроде как не сильно дали послемиться в Москве, и я такой, типа, блин, надо бы съездить еще, угореть в Нижний, и, типа, никому не буду рассказывать, очень аккуратненько туда приеду и так далее. Увидел, что у меня в графике существует окно, оно идеально выпадает на концерт в Нижнем, и я такой, все, отлично съезжу в Нижний, там денечек, похожу по городу, нормально очинусь на концерте, и потом обратно спокойненько уеду. Но мало того, что нужно было посмотреть в графике, собственно, то, что у меня 28-го числа свободно, надо было бы еще и посмотреть, что у меня происходило по графику 27-го числа, потому что 27-го у меня, типа, вынимались пластины, была имплантация, короче, у меня сейчас во рту снова три дырки, девять швов, и мне это все сделали в четверг, а на следующий день я, собственно, прилетел в Нижний на концерт и снова стоял в вип-зоне и смотрел, как люди слэмятся. Какое-то у меня очень интересное такое, типа, слэм-кукол-то занятие появилось, что я вот езжу как бы по разным городам теперь и смотрю, как люди отрываются, но есть и плюс в поездке, потому что я в Нижнем покатался на Эволюте. Может, это был просто троллейбус это такой, ну, электромагнит? Не-не-не, это был такси, прям комфорт плюс, Эволют, вся хуйня, который Айпро, что-то там... Ну, продается только Айпро сейчас. Да, Эволют, конечно, бренд абсолютно гениальный, великолепный наш, русский, замечательный, кайф, но машина такая хуйня, просто вау, ну, типа, ты прям садишься и такой, е-е-бать. Это же какой-то там Донг Фэнк, по-моему, Ай-Айу, о, бля, как он там называет? А? Айелос и там... Айелос, да, какой-то вот он такой, и ты прям садишься и такой, ну, е-бать, это точно Айелос. То есть, это прямо оно аелось, объелось, просто, ну, все очень плохо. У тебя высокий пол, ну, потому что электрокар, понятно. Обычные стандартные китайские аморфные без каких-либо вообще, без какой-то намека, хоть на какое-то удобство сидения. Очень странная отделка внутри, оно шумное, пиздец, ну, потому что шумоизоляции нет как таковой. Оно выглядит как Айелос, блядь, особенно сзади. Ну, то есть, типа, сзади оно просто ты, как бы, причем, если посмотреть в целом рекламные ролики «Эволюта», и даже не «Эволюта», даже Донг Фэнк вот с этой вот машиной, они все сняты либо спереди, либо с отдаления, либо еще где-то, потому что сзади на него смотреть, ну, просто нахуй невозможно. Это очень страшная машина сзади. «Датсун», который вот «Гранта Седан», кто там «Мидо», «Ондо», какой из них? «Ондо», по-моему, «Седан». Вот даже он симпатичный сзади, чем вот эта вот штука. Якобы прокатился, заплатил 500 рублей, сказал «спасибо большое», все это точно того стоило. Ну, а определенно точно, что еще стоит сказать в Нижнем, просто охуительный аэропорт. Очень неожиданно, но при этом, типа, ты реально выходишь и в аэропорт, проходишь в здании, такой, типа, ебать, как классно. Все современное, все супер, с ремонтом, все белое, чистое, кафешки, рестораны, все прям такое, ну, наверное, один из лучших аэропортов, которых я был в России. Понимаете, потому что самый лучший – это Шереметьево, само собой. Но из региональных, наверное, это точно, может быть, ну, топ-1, топ-2, типа, где-то вот там, ну, типа, очень классное место. Нравится! А что вы такие все грустные? Мы работаем. То есть ты поехал на пневмос, вон, а? И, сука, даже не маякнул вообще ни разу. Да. Поэтому мы грустные. Поэтому ты и кукоудил там. Да, просто, бля, я не знаю, могу ли я рассказывать истории, типа... Которая-то даже нам не рассказала. Рассказывай, конечно. Конечно, рассказывай. Да, бля, нет. Нам уже три дня не может с нами поговорить, а тут, конечно, всем все расскажи, давай. Давай, там же твои друзья сидят все, вот они там, твои коллеги, вот самые лучшие, все там. Давай. Слушайте, самые лучшие еще добьют нам 500 тысяч на втором канале. Хотелось бы, чтобы... Они же самые лучшие. Даже истории у них лучше, чем у нас. Мы с ними тут сидим, пердим круглыми сутками, а истории он вам рассказывает. Ну, давай. Вы посмотрели сценку «Ревность». К тебе у меня вообще много вопросов после предыдущего основа. Не трогай больного человека. А что ты тут прикрываешься? Ты больной, но не старый. Все работает? Работает. Хули ты тут сидишь? Я не поняла вообще. Его уже потрогала женщина в прошлую среду. Не дотрогала. Слушай, я и так прошел десятый круг ада, я все это переслушал и такой... Мне нравится, что почему-то... Я не знаю, кто это придумал и кто это решил, но почему-то всеми массы на эти новости подбирал сам Вова. У тебя чувство юны заиграло или что? Я не знаю почему, но я просто подошел вчера к Паше, у него куча маркеров стоит. Это Вова найдет, это Вова найдет, это Вова найдет. Но ты уж, видимо, решил, типа, если уж, блядь, выпуск, по сути, посвящен Вове, это типа, почему бы и не добить... Приходите в продакшн, курс самобичевания вам обеспечен. А мог бы не самобичеванием заниматься, а на свидание сходить? Блин, я реально разболелся, я в тот момент думал, как бы просто жить, а не ходить сюда. У нас есть аптечка. Разве же это жизнь. Смотри, она вот на самом деле вот так вот и работает. Она тебе потом скажет, что типа мог бы на свидание сходить, а потом ты сходишь куда-нибудь на свидание, или куда-нибудь с друзьями потусить, или куда-нибудь на концертик съедешь, а потом ты такая, а что это ты там без нас куда-то там поехал? А истории ты никакие не хочешь нам рассказать, Вова? Три дня ты, блядь, молчишь тут ходишь. Жить, блядь, удумал, Вова. Не надо, не надо, ты все перевираешь. Спасибо, Стас, блядь. Для понимания я сижу в наушниках и очень хорошо слышу Стаса, и он сейчас просто... Верни тапки. Жить в жизни он собрался, там тапки верни. Можно как-то меня по-другому этот... У меня, типа, дурная репутация, люди меня не видят. У меня все хорошо. Ты армянин, у тебя такая репутация будет, независимо от того, видно тебя там или нет. Можем твои красивые фоточки для Тиллера подключить. Точно, точно, да. И мой Инстаграм еще можно подкинуть. Можно сделать такую, знаешь, нарезку, как Love Story делает вот это вот. С нурадскими переходами, со звездочками, сердечками, под музыку такую. Ну, чтобы там была еще любовь, это... Ну, музычка такая, типа... Давайте повышать процент женской аудитории на канале. Блядь, давай будем честны. Будем таким образом повышать процент женской аудитории у тебя в Инстаграме. Они у нас на канале, блядь. Нигде нет такого, что на Ютубе сидят какое-то большое количество женщин и такие, ты в каком-то видосе показали молодого армянина. Все туда, все туда. Я думаю, что на основе только из этого процент вырос. Я просто в Тиндере, когда знакомлюсь, я сразу говорю, типа, я в этом работаю, чтобы процент по нему увеличивать. Даже по ночам человек работает. Все на благо продакшн. Блин, я представляю. Вот такой, понравилось, подпишись. Стоит отметить, что конверсия у меня довольно хорошая. Да, 1,8 пробили на основе. Вашими молитвами, так сказать. Я как раз вчера смотрел, такого 400 человек не хватает. Да, 1,8, вот, Вова, за ночь. В тот момент, когда вы еще смотрите этот выпуск, значит, что я нахожусь где-то под Смоленском, где-то в районе Смоленска, потому что существует Смоленское кольцо. Это трек, а не то, что вы подумали, да. Он довольно странно находится, ну, типа, далеко от Смоленска, в 160 километрах. И, типа, если... Вот у меня есть еще, помимо того, что там я постоянно где-то что-то путешествую, езжу и так далее, у меня вот есть особенность, что я хочу собирать там галочки, что регионы и так далее. И вроде бы, с одной стороны, я вот в Смоленскую область съезжу, вроде бы, как можно будет отметить, что, типа, был. Но фактически Смоленский я не буду, потому что мы там три дня будем тратчать на автодроме, у нас там будут соревнования, тайм и так, все такое. Да и больше-то особо ничего не происходит. Ничего же больше не происходит. Ничего больше не происходит. Так и живем. Скучно живешь свою жизнь, Станислав Александрович. Блядь. Если ничего не происходит. Ладно, ладно. Происходит, но просто никто об этом не рассказывает. Ребята, если что, я хороший работник. Если вдруг меня уволят, ссылка на резюме. Не рекомендую нанимать этого человека к себе, честно. Ах, ты ж пес. Ах, ты ж пес. Это такое рекомендательное письмо ты мне дашь? Оно вам нахуй не надо, поверьте. Потому что самим нужнее. Пистопол. Да. Я не могу улыбаться нормально, у меня там сквозит с двух сторон. Это мать, я шучить не буду. Я вот, да, я тоже, я, как говори, сквозит там у нее с двух сторон. Смотри на меня даже. Женщина с дополнительными опциями. Что поделать? Чем отличается Лиза? Мы на собрании говорили про токсичность. По-моему, мы токсики. А меня вчера вообще сотрудник отхерачил. В смысле, тебя сотрудник отхерачил? Я вчера с Серегой сходил на джиу-джитсу. Ты повелся все-таки на эту историю, да? Да. Ну, было много шампанского в нем во мне. Я согласился, пошел вчера. Вот на меня эти 95 килограмм легли и прижали. Я не чувствую бок. Это выпуск пойдет. Как и Влада. Как и Влада что-то вошло. А жена твоя что по этому поводу думает? Она на меня пожалела. Она увидела в синяки. И не буду говорить, где. И вот мы сидим у следователя. И подписываем заявление об изнасиловании. Там, да, хорошие конкурсы у нас интересные. Я его предупреждал. Я говорю, не надо. Меня все предупреждали. Мне Даня вчера сказала, что... Не смотри, если к тебе подходит человек с горящими глазами энтузиазма, приглашает тебе дать пизды, ну, не стоит. Особенно, когда человек из Челябинска, и он рекламный менеджер. Они же вообще не люди. Ты че? Они рвут. У него дома метеорит. Ты серьезно? Он к нему летел специально вообще. Серега его поймал. Он нам первый месяц говорил, хотите я вам метеорит принесу? И до сих пор не принес, кстати. До сих пор не принес. Не долетел еще. Все хорошо, тепло, скоро лето. Сейчас все будут тусить, гулять, пить, ходить на тусовки, вечеринки. Все, кроме нас. Поэтому к новостям. Именно. Мерседес Бенц произвел полумиллионный G-класс, и у него дизайн в стиле 80-х. У Мерседеса большая цифра, большой праздник. Они такие, вот, мы выпустили полмиллионов вот этой вот хуй Гелендвагена. Вот этого. Держите. Вот. И понятно, что когда у тебя такая знаковая дата, тебе надо как-то очень сильно выделиться. И они взяли и сделали современный Гелендваген, современная платформа, современная машина, все такое. Но в стиле 86-го года там какого-то. И там вот у нас как бы, ну, вот такой зеленый цвет, который намекает на то, что как бы, ну, Гелендваген-то это все-таки когда-то был внедорожником, и вроде бы как его нужно было использовать там почти сугубо в военных целях, всякое такое. Диски вот такие немножко старенькие, как бы черный бампер, черные ручки. Вот, пожалуйста, продавать не будем, говорит Мерседес. Хотя очевидно, что такой автомобиль его либо поставят в музей, либо все-таки продадут какому-нибудь там, ну, очень важному клиенту за много-много денег, всякое такое. Но вот именно вот эта специальная версия, такая вот под 80-е, она продаваться не будет. То есть просто вот один раз сделали такую машину, отметили, открыли шампанское, посмотрели на свою финансовую отчетность, еще раз лишний раз возбудились и решились, что надо бы дальше продолжать делать гелики, и вот, собственно, делать их дальше и будут. Поэтому в какой-то момент у нас точно и 600 тысяч моделей Гелендвагена, и 700, блядь, и 800. Такое грустное будущее впереди. А потом он еще станет электрическим, будет миллион, копий будет вообще уууу, кошмар какой. Названы самые надежные каршеринговые автомобили, и очередной раз у нас ребята пытаются нам показать статистику, что вот, смотрите, мы тут проанализировали, а конкретно Авито с автотекой, они такие, типа, вот мы, значит, посмотрели все наши отчеты, и у нас же, как бы, есть статистика использования автомобилей в каршеринге, и вот там же у нас разные бренды, разные модели, разное все-все-все, и мы взяли, собрали, посмотрели, прикинули, провели кучу экспериментов, и выявили, какие из них являются самыми надежными, так вот, самыми надежными автомобилями из каршеринга, по мнению автотеки, являются у нас Renault Captur и Kia Rio X-Line, это первое место, два автомобиля сразу, а на втором месте у нас, как бы, сразу Solaris, Logan, Smart 4 2, Kia Rio, Skoda Octavia и Skoda Rapid. Во-первых, есть ощущение, что надо бы объяснить, что такое место в целом, и вот, ну, как строятся какие-либо рейтинги, потому что, как бы, когда у тебя рейтинг строится таким образом, что у тебя на первом месте две машины, на втором восемь, наверное, есть какое-то непонимание того, как работают места, потому что на первом месте должна быть одна машина, первая, на втором месте вторая машина, вторая, на третьем месте третья машина, третья, но, я думаю, логику проследить можно. А здесь у нас, как бы, вот, ну, огромная толпа на втором месте, которая тоже, вот, типа, вся такая надежная, вся такая, а на третьем у нас Крета и Пола. И что делать с этой статистикой, абсолютно непонятно, и очевидно, что все это нужно было только лишь для того, чтобы, там, где-нибудь в каких-нибудь СМИ попасть в заголовки, попасть в какие-нибудь упоминания и прочее-прочее, потому что, опять же, мы тут с вами очень много раз обсуждали, что любые топы на надежность, когда какое-то издание или какое-то аналитическое агентство пытается там как-то посидеть и померить, какая машина надежней, какие-нибудь отзывные компании проверить и прочее-прочее, оно все не сильно работает на самом деле, потому что все автомобили существуют в разных условиях, с разным пробегом, с разной эксплуатацией, с разным уровнем обслуживания, прочее-прочее-прочее. И то, какую жизнь живет автомобиль, вот эта вот вся фигня, она влияет на надежность автомобиля, в конечном счете, намного больше, чем какие-то вещи, которые были изначально заложены с завода. Поэтому все вот эти сравнения, что мы там проанализировали 804 автомобиля на протяжении 10 лет и составили вам рейтинг надежности, это все типа яйца выделено не стоит, потому что на реальную жизнь и на вашу конкретную типа эксплуатацию автомобиля это никак перетащить будет нельзя. В случае с автомобилями с пробегом, вот какой конкретный вы автомобиль купите, вот на том вы ездите и будете, и те проблемы, которые у вас будут в использовании автомобиля, скорее всего, будут продиктованы по большей части тем, какую жизнь он жил до вас и какую жизнь он будет жить вместе с вами. А когда сравнивают какие-то большие глобальные автопарки и пытаются из этого вычленить, что вот там, где-то там, вот такие-то у нас показатели, это все реально не имеет никакого смысла, потому что на обычную жизнь вы это дело не перетянете. И очевидно, что всем каршеринговым сервисам, которые закупают какие-либо автомобили, им тоже абсолютно срать на надежность, потому что, ну, как бы у них есть срок использования автомобиля, гарантия, все автомобили плюс-минус ходят, им важен, наверное, расход, стоимость обслуживания у конкретных дилеров, у конкретных условий, у конкретных продавцов. Если вдруг так получится, что какой-то автомобиль будет очень часто ломаться и не сможет нормально работать и не сможет быть нормально использован, его, естественно, просто вернут в магазин, получат деньги обратно и все, и забудут про всю эту историю. Поэтому каршерингу вообще абсолютно фиолетово, на каких машинах, кто там где как ездит, главное, чтобы они были выгодны самой компании, а в вашей частной жизни смотреть, изучать какие-то там типа топы полнодежности нет никакого смысла, потому что никакого приложения к реальности они не имеют. Объявлены победители премии лучший автомобильный дизайн 2023, и я в целом чуть ли не впервые в жизни с этим буду согласен, потому что у нас тут ребята как бы, ну, показали Genesis X Convertible, а вот такой вот вам хуяк, и это действительно красиво. Это прям классно, замечательно, и если бы, допустим, посмотреть на то, что рисовали корейцы, ну, там даже до Шрайера еще, типа там где-то вот 2009-е года, там 2005-е, блядь, года, вот то время, это вообще был страх и ужас. Ты просто смотрел, какие концепты ребята показывали, и такой типа, бля, ну вот такого будущего нам точно не хочется, такого нам точно как бы не надо, а сейчас вот ты смотришь на то, что ребята рисуют, и при том, это, да, это концепт, это вроде бы как чисто вот дизайнерская штука, но при этом оно уже довольно сильно приближено к реальности, какие-то автомобили в плюс-минус похожем исполнении у Genesis мы уже видим, и это прям приятно, это прям замечательно, это прям классно, и вот то, что делал Genesis изначально как бренд, это было топорно, было грустно, было непонятно зачем, и самое главное, непонятно за что вы так с нами и так далее, а вот сейчас, когда они нашли уже какой-то свой новый стиль, дизайн, я не знаю, веяние, как это правильно называется, но это прям очень приятно смотреть. Это как бы победитель в номинации концепт-кар, а в номинации серийный автомобиль победила Ferrari Porosango. Ну, Porosango-то понятно, но она и как бы и суждено было победить уже очень давно, потому что, ну, как бы, столько хайпа плюс Ferrari, плюс они, сколько они, блин, рисовали, лет пять, по крайней мере, первые упоминания про Porosango появились там типа в 2016-2017 году, где-то в том районе, естественно, ну, типа, бля, когда появляется что-то новое от Ferrari, что-то вот прям вот типа меняющий мир, меняющий историю и так далее, чтобы тебе на каком-то там конкурсе сказали, что Ferrari говно, нет, такого невозможно. Ну да, конкурс итальянский. Но Genesis молодцы. Genesis прям классно, потому что, опять же, типа, да, понятно, что это концепт, опять же, но все равно все эти решения так или иначе потихонечку будут перетаскиваться, это уже прям, ну, особенно пизда, так как оно смотрится вот в таком белом, кремовом свете. Очень классно, очень нравится. А какие в прошлом году были победители, не помнишь? Ну, это концепты, это... Да, я понимаю. Тебе, наверное, на серийную надо смотреть. Но все равно, несмотря на то, что ты там концепт или не концепт, ты вот автомобиль пикап Кану, победитель прошлого года, ты такой, типа, ну... Ну, тут смотри, к автодизайну есть два подхода. Либо ты рисуешь красивую машину, либо ты создаешь красивые транспортные средства. То есть это такой промдизайнерский подход. Да. То есть если у тебя машина изначально нетипичная, со странными пропорциями, там, мини-вэн какой-нибудь, или компактный автомобиль, то тебе приходится использовать приемы из бытовой техники, если бы она... То есть... Да, ну, это смотри, это, типа, это ты это как дизайнер знаешь, понимаешь, ну, а я вот как чайник, я смотрю такой, типа, вот это, ну... Да, поэтому этот конкурс оценивают как бы профессионалы. Вот они выбрали такую штуку. Ну, действительно, оно выглядит странно, но вот почему профессионалы выбрали именно его? Потому что это, типа, необычный промдизайнерский подход к автомобилю. Бля, Альфа, Ромео, Тонали. Тоже победитель. Так ты концепт набери, концепт симпатичней. Ну, это знаешь, это вот для меня Тонали, вот его покатым капотом, узкими фарами и вот этим треугольником, альфа-Ромеоовским, почему-то напоминает рассердившегося аниме Гитлера. Ну, который такой, ну, типа, ну, смотри, вот просто подумай, как может выглядеть рассердившийся аниме Гитлер, и, типа... Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Это итальянская машина, наверное, они этим и вдохновались. Итальянская машина, да. Это тоже, если что, оценили профессионалы и сказали, что вот это да, блядь, действительно пойдет. Куев. Когда-нибудь ты напишешь документалку про дизайн и объяснишь, что такое хорошо, что такое плохо. А пока... Когда-нибудь я сяду писать документалку про дизайн и подерусь с Вовой потом, по итогу. И с Ахсаром, скорее всего. С Ахсаром мы найдем. Я принесу тебе первый физический дизлайк. Да. Гибридные корветы не пустят на клубные гонки из-за пожароопасных батареек. И у нас новостные издания там в каком-то своем количестве понесли всю эту историю с разным подтекстом, что, типа, вот, с одной стороны у нас снова наши пожароопасные батареи. У-у-у, типа, мы все сгорим в аду из-за электрокаров. Все такое. Другие новостные издания потащили с тем, что это вот корвет снова сделал какую-то херню с электричеством, типа, сделал свою гибридную машину новую и сделал ее настолько хуево, что даже их собственный клуб автомобильный не хочет не проводить никаких соревнований с ним, типа, что это как бы фу, гадости и так далее. Но на самом деле контекст такой, что в данный момент, как бы, вот смотрите, если у нас происходят какие-то автомобильные соревнования или автомобильные ивенты или там, не знаю, какие-нибудь автомобильные мероприятия на автодромах, то за всю эту хуйню отвечает организатор. И автодром. И у всех автомобильных соревнований, что гонки, что тайм-атак, что заезды, что клубные какие-то соревнования, не суть важна, у них всегда существует некий регламент и некие нормы по безопасности, что у тебя автомобили должны там, типа, быть исправными, там, такими-то, сякими-то, пятыми-десятыми, прочее-прочее. И так как там существуют, ну, прям, старые, древние правила, в большинстве автодромов, в большинстве треков и прочее-прочее, типа, сейчас очень скептически относятся ко всем автомобилям, там, типа, с большим количеством батареек. Это гибридные, либо электрокары, потому что, ну, непонятно, как это дело, если что, тушить. Отвечать за это никто не хочет, если вдруг такая машина загорится, а, типа, на треке загорится, ну, как бы, все условия, потому что у тебя высокие нагрузки, высокая температура, экстремальное использование автомобиля, всякое такое. И понятно, что этим людям, которые занимаются организацией соревнований, отвечать за то, что там какая-то машина загорелась, сгорела нахуй полуавтодрома, или какое-то количество других автомобилей, или, не дай бог, людей, им это нахер просто все не уперлось, поэтому проще запретить, никакие гибриды никуда не пускать, и электрические автомобили тоже никуда не пускать. Если у вас существует корвет, вот, пожалуйста, покупайте бензиновый и приезжайте на своем бензиновом корвете соревноваться там или кататься, гоняться, что угодно, потому что бензиновую машину мы понимаем, как потушить, как потушить гибридную, мы вроде понятия не имеем, если у нее загорится батарейка. Но, Джем у нас выпускает гибридный корвет, рассказывает всем, что машина просто суперпушка-бомба, заебись, надо бы это дело покупать, и, как бы, с точки зрения пиара нельзя запускать такой истории, что, типа, вот, кто-то может сказать, что вот эта машина полное говно, ее покупать ни в коем случае нельзя, спортивно ее использовать ни в коем случае нельзя, это как, условно говоря, у ГТРа, типа, есть очень большой срач с ГТРом, что у тебя, как бы, ну, ты покупаешь ГТР, который Nissan позиционирует, как, типа, супернахер гиперкар, там, типа, у нас острие технологий, самые интересные гоночные ощущения и так далее, при этом у тебя в инструкции написано, что если ты будешь использовать автомобиль экстремальным образом, ты слетаешь с гарантии, типа, тебе нельзя на нем ланчевать, тебе нельзя выезжать на трек, тебе нельзя там, типа, его как-то, ну, у тебя очень много ограничений, и это странно, когда Nissan показывал машину, они об этом, естественно, не говорили, и никто об этом не знал, но когда это дело уже потом всплыло, там, при первых отказах в гарантийных каких-то обязательствах, все такие, типа, хуево, и, видимо, после того, как на организаторов упала тонна говна, то ли от фан-клубов, то ли от сообществ, то ли от самого джема, все такие, ну, ладно, так и быть, давайте мы что-нибудь по поводу правил подумаем, давайте мы, может быть, что-нибудь изменим, давайте, может быть, мы гибриды все-таки допустим до трека, типа, что-нибудь придумаем, и очевидно, что все правила, все запреты, вся бюрократия, которая существует так или иначе вообще в целом в спортивных соревнованиях, в дорогах общего пользования, где угодно, это все существует ради безопасности и ради того, чтобы, ну, просто себя немножко снять ответственность, и чем больше будет становиться гибридных автомобилей, чем больше будет становиться электрических автомобилей, понятное дело, что на треках они тоже у нас будут потихоньку появляться, и в обычных любительских мероприятиях, и на обычных трек днях, и все равно с этим нужно будет как-то жить, приспосабливаться, потому что оно появляется, оно становится частью жизни, и так или иначе, даже самые строгие запреты нужно будет как-то по этому поводу двигать. Кто такой? У меня нечислимым образом появится табличка. Да похуй же. Я всю дорогу на него смотрела, думала, а что он лежит-то? Потому что похуй. А почему вы называете эту табличку похуй? Ну, просто, типа, довольно сложно говорить оригинальное название, что это квадрат, круг, крест, треугольник, квадратик, но, типа, это просто похуй, как называть, поэтому похуй. Понял. На рынке покрышек появится икона импортозамещения и тот случай, когда, наконец, то хоть кто-то, хоть вот нашелся тот самый один человек, про которого мы тут периодически ходили, рассказывали, что давайте где-нибудь у нас в стране наймем хотя бы одного пиарщика, который просто подумает и сделает что-нибудь не кринжовое, что-нибудь не рус, а рез колеса, блядь, или там москвашина, или какую-нибудь вот такую вот ебанину, типа. А в чем суть? У нас существовал завод Нокиан, который мы много раз с вами тут обсуждали, что вот типа Нокиан уходит из страны, у него тут существует большой завод, который производит огромный объем колес, ну, в смысле, внутри Нокиана, и если закрывать завод Нокиан, то вся компания идет бородой, потому что весь сбыт продукции, который существует в Европе Нокиана, он идет из России, потому что у них вся производственная мощность здесь. И вот этот завод продали тот нефти, и теперь, ну, как бы у тебя завод-то остался, колеса нужно производить, а бренд Нокиан по стилистике похоже. И по буквам ты можешь в целом провести параллель с Нокиан. И это выглядит в целом, ну, не стыдно. Подумали, блядь, хоть кто-то. Ну, и хуй запомнишь теперь это название. А вот назвали бы Шинорус, пиздец бы залетел. Шинорус, да, Шинорус бы, блядь. Мы бы сейчас пообсуждали бы. Такой айкон какой-то тебе тут. Мы бы сейчас с тобой пообсуждали, посмеялись, люди бы запомнили. Все-таки Шинору, Шинорус, все. Ты точно друг Лебедев, нет? Если Лебедев вспоминать, то у него там, типа, как у него там есть, там, Магазинус, Кулинариус, Шинориус. Да, Шинориус, это должен быть. Покрышку сточку. Да, покрышку сточку. Охуенно, блядь, гений, что сказать. Да. Протектор в форме Х, У, вот это вот будет. Да-да-да. При этом у нас в стране, помимо Нокиана, собственно, существует Норман, который тот же самый Нокиан, просто типа, ну, линейка такая, более бюджетная. И Норман у нас останется. Вот это название, которое существует, по сути, только для нас и типа, и для Восточной Европы, вот оно будет существовать, все нормально. А Нокиан у нас терпименяется на Icon. Все. Для обычного потребителя это все, что нужно знать. А сам Нокиан, вот после того, как он продал завод за, по-моему, 285 миллионов евро, хотя изначально они хотели 400 миллионов, но что-то, видимо, как-то там подорговались, им там кто-нибудь на яйцо наступил и такие, ну, ладно, так и быть, 285, потерпим. И Нокиан, вот он как бы из страны у нас уходит с тем, что мы сейчас в Европе, будем какому-нибудь строить заводец, там тоже будем делать новое производство, все углерод нейтральное, как у нас принято, типа, в Европе. А завод в России все равно будет продолжать работать, выпускать продукцию, потому что, ну, как бы, завод существует, все технологии понятны. Вот вопрос, они оставили, интересно, все именно свои собственные технологии внутри в заводе или нет? Это в пресс-материалах нигде не раскрывается. И это самый главный вопрос, потому что, с одной стороны, ты как бы, ты можешь оставить завод, ты можешь оставить производственные мощности, можешь оставить все на технологическую карту, патенты, вот такие штуки ты можешь забрать с собой. И тогда, как бы, у тебя, да, у тебя стоит предприятие, которое может производить, там, миллион покрышек в год, но не тех, которые он умеет производить. И ты такой, но этой подробной информации нигде нет. Я думаю, что там все технологии остались, все там, все нормально, завод будет работать. И также нет никакой информации по поводу опциона, то есть, продали завод на совсем от нефти или все-таки, как бы, там, можно будет как-нибудь вернуться. Но мы об этом узнаем только года через три. Но нейминг заебись. Нейминг молодцы. Вот первый раз хоть туда подумал. А вот кто-то из вас запомнил? Ты читал новости. Как называется, Шина? Про какую компанию сейчас рассказывал? Ну, допустим, Nokia я запомню, потому что как Nokia. Icon? Как она, Icon называется? Как клуб. Да, как клуб. Ты на Icon, не в Icon, блядь. С Icos. И за колесами. Шинорус, свяжитесь со мной. Toyota объявила о рекордном росте производства и продаж. Где шахсар-то, когда он так нужен? Я подстрахую. А? Что скажешь на это? Что скажешь на это? Скажу, что молодцы. По зару нет. Нет, с точки зрения производства, с точки зрения менеджмента, Toyota никогда не было вопросов. Я всегда хожу и защищаю, что, типа, они молодцы, и все в порядке. Вот Volkswagen разваливается, и реально, типа, как компания, он разваливается. Типа, я очень люблю автомобили, очень люблю продукцию, но, типа, то, что VAC делает именно как руководство со своей компанией последние, не знаю, там, типа лет восемь, это, ну, полный пиздец. И это, очевидно, сказывается на объемах продаж. Если раньше они с Toyota еще хоть как-то конкурировали, и, там, типа, постоянно боролись за то, кто там самый большой автомобильный концерн в мире, то сейчас Toyota продает 10,5 миллионов автомобилей, ну, плюс-минус, там, типа, 10,7, 10,2, там, где-то в том разрезе. А VAC продает восемь. И как бы... При этом у Toyota одна компания, получается? Не, ну, у нее Toyota, Lexus, там, еще есть Daihatsu, Hina. То есть у них там есть какое-то количество брендов, но не такое большое, как у VAC. VAC-то там, типа, ебанись вообще. И при этом VAC весь месяц все равно продает меньше. Да, он 8 миллионов автомобиля, а Toyota 10. Но у Toyota абсолютно бешеный сбыт на рынке Южной Азии, где-нибудь вот в тех, и на рынке США тоже. VAC, по сути, по большей части торгует в Европе, в Штатах и в Китае, а Япония покрывает все остальное. Видишь же вот эта фраза, что, типа, как бы ты чем хорошо не занимался, всегда найдется азиат, который сделает это лучше тебя. Ну да, да, да. Ахсар, это для тебя, с тебя осетинский пирог. И раз уж пробегали мимо Toyota, и еще одна новость ради Ахсара, но его жалко, что его нет рядом. Toyota поймали на мошенничестве с краш-тестами. А что, ваших VAC, типа, не ловили? С краш-тестами нет. Потому что еще не поймали, потому что там по-любому европейские компании, они отдают все. Так все делают. Все равно ты знаешь, что Toyota самая надежная машина в мире. Это же факт. Нет. Ты так не считаешь? Я нет. Присчитай. Как кручить, как могу, Ахсар. В чем, собственно, у нас история существует? У нас такой великолепный регион, как Южная Азия, где, собственно, продается огромное количество всяких бюджетных автомобилей. И самое важное тебе, ты либо делаешь очень маленькую машинку, типа, там, на трех-четырех человек, которые вот просто у тебя четыре сидения, типа, вот такой вот моторчик и все. Либо ты делаешь какой-нибудь здоровый мини-вэн, там, типа, трехрядный, чтобы туда просто там загрузить побольше людей, катаешься, все это максимально дешево. Типа, вот такие машины. И, как правило, всей этой фигней занимается Daihatsu внутри Toyota. То есть, типа, есть машины, которые Toyota, классная, замечательная, есть Daihatsu, то же самое, только подешевле. Хотя, вроде бы, казалось бы, куда уж, блядь, еще проще и дешевле, но нет, можно, типа, купить Daihatsu. Он еще, типа, хуже, еще грустнее. И некоторые модели разрабатывает Toyota и отдает их потом Daihatsu, чтобы они их, там, перекрутили, упростили и, там, дальше как-то уже использовали. Либо, наоборот, бывает такое, что Daihatsu изначально сам разрабатывает свою машину и потом еще подходит к Toyota и такой, а давайте мы, там, бамперов, блядь, опций, кондиционеров напихаем и будет в пять раз дороже, как у нас-то обычно и принято. И понятное дело, что, когда ты разрабатываешь автомобиль, ты должен его разбить, даже с учетом того, что это Южная Азия, у них там все равно есть, существуют свои краш-тесты и так далее. И вот до хэд-менеджмента Toyota недавно дошла информация, что там ребята на местах очень сильно мухлевали с краш-тестами, а именно они брали, как бы, вот машину, которую нужно испытать. Убирали весь пластик из салона, который там идет по заводу, ставили более мягкие панели внутрь и, собственно, били вот такой автомобиль для того, чтобы, типа, манекены точно не порезало тем пластиком, который изначально стоит в машине, потому что пластик дубовый, дешевый. А, бля, у нас же Никита тут сидит. Смотри-ка ты, сидит, молчит. Заместитель по Toyota. Что вы скажете насчет Toyota? Ну, за Toyota неровное не замечено было ранее. Что за Toyota не замечено? Неровное ранее не замечено было, но сейчас проебались, пацаны, да. Как бы тут безопасность, это все-таки... Мы же тут безопасный канал все-таки. Это же человек на стриме тут, блин, разгонял про то, что надо разрешить всю херню вешать на машины. Какая безопасность? Ты ему пизды дал за кадром? Что произошло? И вот они обвешивали пластиком внутри, мягким, который вот правильный, который чуть подороже, но который мы, естественно, не будем использовать в производстве. Мы вот сейчас для краш-теста используем, а потом все, типа, пустим серию уже жесткий, острый и прочь-прочь. И вот это дело донесли до руководства Toyota. И вроде бы как руководство Toyota такое уходит. Мы тут были вообще не в курсе, а оказывается, люди на местах там у себя делали такие без нашего абсолютно... Всех выебем, да. Всем скажем, простите нас, пожалуйста, мы это ни в коем случае не ради экономии производства. Нет, мы это... Это там, на местах, люди сами. Когда шла речь про разработку дешевых бюджетных моделей, мы вот, ну, типа, не зарезали, как могли, стоимость, а вот мы просто им сказали, сделайте, хорошо, а не взяли, и вот какие плохие, всех накажем, всех уволим, простите, простите. Я, конечно же, в это все очень сильно верю, как они такие все не в курсе, и вроде бы как во всех СМИ подается информация, что реально руководство не в курсах. Был какой-то внутренний источник, там, типа, какой-то подрядчик, который вот, ну, типа, занимался, собственно, краш-тестом, и взял и потихонечку настучал, что, а вы знаете, ваши сотрудники тут такое делают, вы как бы... Вы, может быть, как руководство, конечно же, не в курсе, но мы вам вот, ну, как бы тут скажем, вы обратите, пожалуйста, внимание, тут что-то, тут ваш вот линейный персонал какую-то странную деятельность ведет. Посмотрите, посмотрите. Охотно, охотно верим, даете. Да, ну, если они исправятся, значит, действительно, видишь, они хорошие. Ну, они просто, скорее всего, типа, они пытались скрежопить на производстве, не прокатило, их схватили за жопу, они такие, оп, оп, ладно, все, извините, извиняюсь, блядь, тысяча извинений. Отзывную кампанию проведем, 80 тысяч автомобилей, которые уже катаются с опасным пластиком, мы их, типа, ладно, так и будет, поменяем, все, не прокатило. Внешность новой пятерки BMW рассекречена до премьеры, в тот момент, когда появляется новое поколение Мерседеса, любое, что С-шка, что С-класс, что Е-шка, что кроссовер какой-нибудь и так далее, сразу нужно ждать ответа от BMW. Почему-то так исторически, блядь, сложилось, что сначала Мерседес показывает свое новое, ну, допустим, Е-класс, за ним сразу же показывает BMW свою пятерку, а потом Audi показывает свою А6, и они вот так вот втроем, типа, на регулярной основе вот постоянно прикалываются. Сначала Мерседес, потом BMW, потом Audi. И обычно у них была какая-то такая то ли внутренняя договоренность, то ли так получалось, что, типа, ребята выпускали машины, там, с какой-то задержкой, там, типа, хотя бы полгода они ни о чем не говорили, то есть давали пространство для того, чтобы Мерседес такой, типа, смотрите, новый Е-класс, и все такие, новый Е-класс, ебать, и никто больше ничего не обсуждает. Потом проходит, там, полгодика-год, а все начинают, типа, пятерка АБМВ, смотрите, пятерка АБМВ, ну, и потом такая же хуйня с Audi. А сейчас только-только у нас закончилась презентация Е-класса, как ребята такие, типа, смотрите, слитая фотка. Пятерки BMW, вот вам с жопы в три четверти, там, сквозь какую-то там, типа, помойку, вот вам сфотка на пятерочка, типа, смотрите, скоро будет презентация, ебать. И с одной стороны, ну, очевидно, что запуск пятерки новый, это куда большее событие, нежели запуск нового Е-класса, потому что, ну, по моим ощущениям, вот, типа, Е-класс вообще никто никогда не ждет. Пятерку еще хотя бы хоть как-то ждут. На А6 вообще всем похуй. Ну, просто в принципе вообще всем. Мне кажется, даже саму Audi похуй на А6 как наявление. Но я помню, что вот, наверное, за последние пять лет единственная презентация, которая мне прям была интересна и которую мы точно обсуждали, это запуск новой трешки. И новый М3, когда вот они вот это, и четверки, четвертый сервер, когда вот эти ноздри показали, вот это все прям такие, потому что понятно, что это просто обычная, вот, ну, какая-то, блядь, шпионская такая кривая фотка. Там даже видно еще по автомобилю, что он еще этот предсерийный образец, что там еще можно докопаться, что он какая-то... Это просто то ли фотка такая ужасная, то ли автомобиль кривато собран, типа, не суть важен. Но мне уже жопа не нравится. Мне уже... Мне это очень сильно напоминает ГЛЕ первого поколения. Сзади у него фонари, помнишь, такие были, типа, с таким острым переугольником. Вот нахуя вам это, BMW? Алло, у вас были вот эти ваши Л-образные фонари, было отлично, замечательно. Притом, странно, вот типа, BMW очень прикольно со своим дизайном поступает последние, наверное, лет пять. У них есть модели, которые нельзя, нахуй, ни в коем случае трогать. Нельзя там ничего страшного сделать. Это трешка и пятерка. Ну и семерка, наверное. Ну хотя нет, семерка уже нет. Семерка пошла в жопу. Трешка и пятерка, которые несут больше всего денег компании. И ни в коем случае нельзя сделать что-то в сторону, что-то радикального, что-то там такого. А когда мы говорим про какие-нибудь нишевые модели, тут, пожалуйста, вот вам, блядь, XM, нахуй. Держите, наслаждайтесь, смотрите, пользуйтесь. Великолепно. И тут ты как бы смотришь, и они такие, ну типа, да. Они вот как бы... Вроде бы это пятерка, вроде бы она узнаваемая, вроде бы... Ну вот, ну фонари, ну как бы... Ну вспомни E60. Да, это был единственный случай, когда пятерку серьезно поменяли. Даже F10, она уже выглядит, ну типа, суперконсервативно на фоне E60. Хотя F10 великолепный кузов, очень нравится. E60 столько срачей породило, так что... Да, 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 да. Ну и тут... Ну это не кажется такой уж радикальной, да, у нее фонари типа... Радикальной нет, она не кажется вообще... Нетипичной, но они очень строго вписаны, все. Да, да. И ты такой... В автомобильной сфере та же самая тема, что вот эти все сливы, это скорее всего намеренная компания самослевает. Это не скорее всего намеренная, это абсолютно точно намеренная история. Естественно, типа, ну, само собой. Смотреть реакцию, типа, раздуть шум. Смотри, вообще в целом, как бы, ну, раздувать шов в современном мире на представлении автомобиля, это, ну, как бы... Да всем похуй, ну, по большей части. Реально, просто автомобили запускается такое огромное количество, а у всех брендов каждый год по несколько, там, каких-то рестайлингов, новых, каких-то обновляшек, там, прочее-прочее, что всем уже просто, ну, абсолютно поебать. У тебя раньше, короче, там, типа, условно 70-х, компания могла выпускать модель, там, 14 лет, и потом реально выпустить, ну, типа, новое поколение. И у тебя вот презентация случается, там, ну, новое поколение раз в 14 лет, а в целом у них, там, дай бог, там, 2-3 презентации в 5 лет, когда они показывают что-то действительно новое. Типа, это прям было всегда событие, прям было классно, замечательно, но чем дальше, тем больше конкуренции, тем больше брендов, тем больше моделей, у тебя плотность событий возрастает. Естественно, когда у тебя нет каких-то значимых таких штук для тебя лично, тебе ясной своей похуй. Поэтому они, конечно, как могут пытаются подогревать, но объективно, ну, типа, ну, запустят, покажут пятерку, все такие, ну, вот теперь пятерка выглядит вот так, ну, и хуй бы с ним. Я думаю, она, кстати, засветится в какой-нибудь миссии невыполнимой новой, потому что там чаще всего BMW себя рекламирует. Я, кстати, в кино видел рекламу чаще всего Audi. Да, их много. Прям очень много. У них, кажется, с Marvel контракты. Блин, я помню, как Audi спонсировала 50 оттенков серого. Не будем вспоминать это. Ах, Сар, ты этого не слышал. Так, на самом деле, у нас в стране Audi просасывает, а так, в целом, по миру Audi навязывают очень хорошую конкуренцию с BMW, с Mercedes. И в Китае, допустим, Audi лидер продаж по сравнению с BMW Mercedes. Это удивительно, почему именно в Китае, блядь, и почему именно Audi, но... Но китайцы что-то дознают. Кстати, про китайцев. Электрический родстер MG Cybersteer показался в официальных фотографиях. И вот то же самое, типа, что с одной стороны это вроде бы, ну, типа... MG. Ебать легенда. Для особенно тех людей, кто живет в Британии, там все очень сильно любят MG. И когда-то это славная марка с какой-то большой историей. Вся хуйня, все пироги. Их там, естественно, купили китайцы, вот сделали электродутку и такие... Держите. Все такие... Вааай, как похуй. Не, ну, название, конечно, прям... Cybersteer, блядь, да. И при том это еще, ну, типа, спорткар, который весит почти две тонны, блядь, двухдверный. Ну, то есть это там почти два Каймана. Словно говоря. И рулиться будет, ой-я-я-бойще. АвтоВАЗ планирует покорить рынок Узбекистана. Вот только там недавно Бу Андерсон такой, который сейчас руководит УЗД, вот такой типа, а у нас тут рост продаж, а мы тут молодцы. АвтоВАЗ совсем тихой. Как ты четко передал шведский акцент. АвтоВАЗ такой, понял, принял, сейчас мы придем, наладим у вас там производство и покажем, кто тут главный. Потому что, ну, как бы, на самом деле у АвтоВАЗа были давно планы выйти на рынок Узбекистана, там сделать свою площадку. У них там даже были какие-то свои сборочные цеха, где прикручивали какие-то колеса каким-то весом. Но из-за того, что у нас в 22-м году случилась война, рухнули все логистические цепочки, рухнула вообще вся модель производства, нужно было заниматься кое-чем другим. Но сейчас АвтоВАЗ вроде бы все дело победил, и, ну, можно снова вспомнить о планах покорения Узбекистана. И, естественно, они сейчас там в какой-то момент откроют какую-нибудь площадочку, тоже потихонечку будут там дальше развивать производство, навяжут конкуренцию УЗД, и какое-то количество автомобилей будут продавать, потому что, ну, как бы, никуда не денутся. Все-таки в Узбекистане существует рынок автомобилей, там существует спрос. Видимо, вся эта кризисная ситуация заставила АвтоВАЗ немножечко пошевелиться и подумать, что можно сделать со своим бизнесом еще. Не только, типа, вот, ну, сидеть, собственно, заводом на территории России, а еще посмотреть, что у нас существует СНГ, там в целом, наверное, существуют какие-нибудь удобные таможенные решения. Может быть, можно как-то договориться, может быть, можно как-то дешево поставить производство, может быть, там можно чем-то там купить. Ну, короче, ребята зашевелились. И вот сейчас ребята выходят с планами, что, типа, сейчас мы реанимируем свою старую сборочную площадку, сможем там выпускать 30 тысяч автомобилей в год, а это на секундочку 10% рынка всего Узбекистана. И будем потихонечку там тоже себе отвоевывать место под солнцем, будем себе отвоевывать долю рынка, будем потихонечку людям объяснять, что АвтоВАЗ это тоже, как бы, в целом хорошо, не то, что Део, типа, можно этим пользоваться, более современные продукты, более современные решения, вот вам, пожалуйста, классная машина. Смогут на этом всем зарабатывать и в целом будет все хорошо. Вот, поэтому АвтоВАЗу большая-большая удача и вперед с песней. А на этом, в этом выпуске у меня все. Надеюсь, в тот момент, когда вы смотрите этот видос и, в смысле, досмотрели его и вот следующий выйдет по расписанию, все с ним будет в порядке, и у нас в Смоленске все пойдет хорошо, потому что Смоленск это такая трасса, где можно хорошо приложиться, скажем так. Вот, там есть несколько таких опасненьких участков, я там ни разу не был, а сразу еду на соревнования, все, как мы любим, без наката, без вката и так далее. И если в целом, как бы, я оттуда вернусь живой комплект и с машиной целой, то это будет прям, ну, достижение. Как-нибудь потом вам все это дело расскажем и покажем. А так у вас что? У вас воскресенье, насладитесь выходным днем, насладитесь вечером, кайфаните, отдохните, скоро рабочая неделя, после майских праздников-то особенно. Или там еще будет, там что-то праздники же будут еще какие-то, по-моему. 9 мая. День рождения Ахсара, между прочим. А когда у Ахсара? 9 мая. Ничего себе. У меня 10-го. И тут Тойота опередила. Тогда, тем более, если еще впереди выходные, то нормально, как бы отдохните. Все классно. И потом с свежими силами, со свежими вкусняшками на новой новостной и на новую видосу на основе, потому что тоже там и основа работает, по расписанию все отлично. Вот. А мы пойдем дальше работать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok